В вечернем эфире ТСВ экспертное мнение. Здравствуйте, в студии работают Яна Раховская и Алла Горбатенко. Завтра профессиональный праздник отмечают работники физической культуры и спорта. Вот отмечать начали праздник уже сегодня. В центре Тирасполя прошел легкоатлетический пробег. И как все происходило, увидел наш коллега, корреспондент ТСВ Юрий Чернявский. Юра, привет. Юра, обычно вот такие легкоатлетические пробеги устраивают для любителей. Я так понимаю, что ко дню физкультурника наверняка бежали профессионалы. Ну как, назвать всех прям профессионалами нельзя. Дело в том, что в забеге, хотел я уже было сказать, на самом деле это был такой легкий пробег, участвовали воспитанники спортивных школ, секций и школы Олимпийского резерва. Поэтому говорить, что это исключительно профессионалы нельзя, но и те, кто в будущем, конечно, станут профессионалами. Это в основном подростки возрастом от, наверное, там 7-10 лет и заканчивая их тренерами. То есть это уже взрослые люди. Ага, а преподаватели бежали, ну вот день физкультурника. Все-таки день физрука, значит, там должна быть какая-то сборная физруков. Забег приурочили к дню работника физической культуры и спорта. И здесь была главная цель все-таки не тот, кто быстрее прибежит к финишу, будет там размахивать какими-то флагами, гордиться собой. Нет. Забег сам, что это было? То есть выстроили все возле театра группами, да? То есть это были представители разных спортивных школ, секций. В том числе, кстати, я забыл сказать, там были и представители Суворовского училища. Это единственная не спортивная организация, да, образовательная, но в которой были спортсмены. И, в общем, все выстроились возле драмтеатра. И легкой трусцой начали бежать в сторону дома пионеров, в сторону памятника Суворова. И вот с обеих сторон бегущих сопровождала машина ГАИ. Что такое? Чисто символический? Да, чисто символический пробег. Юра, ну я так понимаю. Абсолютно верно, чисто символический. Победителей, судя по всему, не было. К финишу пришли все сразу. Юра, мне кажется, это как раз тот случай, когда важна не победа, а просто участие. Да, вы совершенно верно заметили. Собственно, так же говорили организаторы этого забега о том, что главное не победа, а участие. Нужно было просто пробежаться. Ну и основная цель это рассказать, показать о том, что в нашей стране есть спорт, что важно заниматься спортом. И, знаете, определенная реакция была. Мы сопровождали колонну, и по мере пробега этой колонны можно было заметить, как люди по обеим сторонам дороги стоят, снимают на камеры смартфонов, просто наблюдают, улыбаются. То есть всем было интересно, в какой-то мере, может быть, даже неожиданно и непривычно. Хотя, казалось бы, да, в нашем городе, в нашей стране бегущий человек, это, в принципе, уже стала норма. А никто не пытался присоединиться к пробегу? Юр, ты сам почему не бежал? Ну, Яна, я, как это говорят, постараюсь отмазаться. Дело в том, что я находился в этот момент на работе и на первом сиденье, в общем, рядом с товарищем гаишником и снимал все происходящее для того, чтобы сегодня вечером наши зрители могли увидеть сюжет. Много участников было в этом забеге? Участников было, ну, порядка, может быть, двухсот человек. Ну, задача организаторов не стояла, чтобы вывести всех на улицу, да, и чтобы в огромном количестве подростки бежали. Дело в том, что в наших школах, да, спортивных секциях, спортивных школах занимается порядка трех тысяч детей, воспитанников, да. Ну, если бы все, наверное, вышли бы в центр Террасполя, то, ну, движение явно бы в центре города застопорилось и вызвало, так скажем, негодование автолюбителей. А так они бежали по одной какой-то полосе, да? Да, бежали по одной полосе, по обеим сторонам сопровождали экипажи ГАИ, а сзади, да, образовалась небольшая пробка из маршруток. Ну, по крайней мере, в любом случае, я не слышал, чтобы кто-то возмущался из тех, кто находился позади. Ну, возможно, еще потому, что мы находились в машине ГАИ. Да, Юра, мы знаем, что после вот этого пробега в Екатеринском парке состоялось чествование работников физкультуры и спорта. Много сегодня было награжденных? Да, сразу после забега была церемония награждения. Тренеров награждали президентскими грамотами, грамотами госадминистрации Террасполя. Были те, кому присвоили звание заслуженного тренера Приднестровья. Один из них, да, мне довелось побеседовать, это тренер по греко-римской борьбе. Он уже в профессии 27 лет воспитал около 30 чемпионов Молдавии и еще несколько призеров чемпионатов Европы. И, собственно, этот тренер мне сказал о том, что на самом деле нашей стране есть чем гордиться. У нас очень перспективные спортсмены. И в будущем, конечно, это те люди, которые будут заявить о нашей, ну, если не стране, то о нашем городе точно. Юра, у меня такой вопрос. Вот современный физрук, он какой? У меня просто в школе были молодые парни, которые только-только пришли после университета. В университете были уже такие женщины 50+. Вот сегодня на награждении кого было больше? Женщин, мужчин? Вот какой он действительно физрук нашего времени? Я так скажу, что физрук нашего времени не сильно-то и отличается от того школьного. Возможно, возраст другой. Да, к тебе приходили наверняка практиканты, а может быть только те, кто закончил университет, это молодые, потянутые. Я тебе скажу, и сейчас это тоже молодые, потянутые тренеры. Кстати, многим, которым уже, наверное, даже за 40, ну, так как эти люди занимаются спортом, то они выглядели соответствующие. Что касается, кто это были больше, мужчины или женщины, то я заметил больше мужчин. Ну, все эти мужчины, да, спортивного телосложения, такие подтянутые. Все-таки спорт больше про мужчин. Поэтому, что я могу сказать, я вот, да, вот говорю с вами, да, и чтобы мне немножко было, так скажем, полегче, я все-таки решил втянуть живот, ну, и подумал, что мне тоже необходимо заняться каким-то спортом. Юра, ну, это хорошо, если хотя бы один человек сегодня задумался о том, что ему нужно заняться спортом. Завтрашнего дня, как раз в праздничный день, мне кажется, идеально вообще начаться спортом. Это человек именно я, да, и надеюсь, что если я займусь понедельник спортом, то во вторник уже не закончим. Юра, еще вопрос. В свое время терраспольские спортивные школы вообще славились даже на весь Советский Союз. У нас свои есть олимпийские чемпионы. Вот сегодня на торжественной, на торжественной вот этом мероприятии наверняка говорили, что в последнее время у нас очень активно проявляется интерес к спорту. Вот на чем делали сегодня акцент? Да, говорили о том, что спорт в нашей стране развивается, в том числе и за счет того, что государство вкладывает в спорт, то есть модернизируется, делается ремонт в спортивных школах, в спортивных секциях, а также на территориях школ, например, появляются вместо старых заброшенных заросших полей появляются современные спортивные площадки. И не обязательно в школах, да, и во дворах там устанавливают тренажеры для воркаута. То есть человек сейчас, кто хочет заниматься профессиональным спортом, он идет в секцию, да. Если человек с утра или после работы, или если он в отпуске, то в любое другое время захотел заняться спортом, государство ему дает эту возможность, да, достаточно выйти во двор, там есть и турники, и различные тренажеры, чтобы человек занимался спортом. И действительно, молодежи во дворах становится больше, которая подтягивается, это то, что мы называем воркаутом. В тренажерных залах, скажу я вам тоже, действительно растет количество людей, которые хотят заниматься спортом. У меня такой еще вопрос, я напоминаю, что завтра праздник профессиональный работника физической культуры и спорта. Вот мы слышим, что поваров, допустим, в школах меньше, дефицит. А по поводу физруков, их хватает достаточно? Скажу коллеге так, сегодня никаких жалоб об отсутствии каких-то преподавателей я, конечно, не слышал, может быть, оно и есть. А может быть и нету. Я надеюсь, конечно, что второй вариант. Уроки физкультуры, насколько я знаю, все-таки в наших школах продолжаются, значит, и преподавателей по физкультуре хватает. В любом случае, мне хотелось бы, чтобы это было так. Юра, спасибо большое. С нами на связи был наш коллега Юрий Чернявский. Я так понимаю, что со временем, если и дальше будет развиваться такой же интерес к спорту, вот этот профессиональный праздник станет праздником практически для всех. Да, Алла и Яна, а я в свою очередь приглашаю вас завтра съездить в Каменку. Там, кстати, будет тоже, по-моему, если я не ошибаюсь, марафон. Поэтому, девчонки, вперед, занимаемся бегом. За первыми местами в Каменку. Да, спасибо. 28 сентября в селе Рашково Каменского района пройдет презентация необычной книги. Это большой научный труд об истории Рашково. В результате археологических раскопок на территории Покровской церкви исследователи сделали много сенсационных открытий. Где миф, а где правда, да? Найти ответ на этот вопрос отправилась наша съемочная группа. Два кадра. Женя Масленников с нами уже на связи и готов с нами поделиться. Женечка, привет. Жень, привет. Рассказывай, что удалось найти? Что самое интересное? Да, почему вообще специалисты взялись за эту тему исследования села Рашково? Самое интересное, что совсем скоро мы узнаем много всего нового и интересного про населенный пункт Рашково, что это когда-то был довольно-таки внушительный по размерам своего времени город. Но вот началась эта история, почему взялись за эту тему. Причина вот буквально за моей спиной, если вам видно, это остатки Покровской церкви, которая находится в центре села. Это одна из достопримечательностей села Рашков. Есть синагога, есть католический храм, а это вот как раз Покровская церковь, расположена в живописном таком месте. Вот видите, берег Днестра, там все очень-очень потрясающе красиво. Очень красиво, да. Вот. И наступил такой момент, что эта церковь начала рушиться, вот, и появились деньги на ее консервацию. Для того, чтобы она дальше не рушилась, вот, ее решили законсервировать. И так как здесь никогда не проводились никакие исторические исследования, имеются в виду раскопки археологические, никогда не проводились, решили копнуть, что называется. И вот буквально вот под стеной церкви, вот в этом уголочке сделали один из шурфов и обнаружили много всего интересного, что стало поводом для написания книги и более глубокого исследования Рашкова. В общем, копнули удачно, мы нашли информацию, что Покровская церковь в Рашкове относится к временам Руксанды, дочери молдавского господаря Василия Лупо. Это Лупо, это где-то середина 17 века. Насколько мы понимаем сейчас, когда исследователи копнули, как ты говоришь поглубже, вот этот весь миф рассыпается, и время строительства этого храма совсем другое. Совершенно верно. Алла, действительно, оказалось, что место, на котором стоит сама церковь, оно само по себе сакральное было еще для наших очень далеких предков. На, скажем так, глубоко под землей нашли остатки, это называется у археологов, мусорная яма. Туда после каких-то обрядов, после каких-то праздников сбрасывали мусор, который остается как после праздника, битая посуда, какие-то кости. Вот это все говорит о том, что здесь было древнее капище, либо святилище, где древние люди праздновали какие-то свои праздники, события, календарные, лунные и так далее. Чуть выше находится древнее кладбище, о котором тоже не знали историки-археологи. И вот уже на вот этом историческом пироге как раз была построена Покровская церковь, которая как раз вот к Руксанде, иногда называют эту церковь Руксанды, не имеет никакого отношения. А примерная датировка известна? Дело в том, что книга сейчас пишется, да, и она вот буквально вот в следующий четверг появится на свет. Пока еще мы снимаем еще программу, мы еще эту дату пока не уточняли, мы еще не знаем. Но она точно будет не такая, как в учебниках сейчас. Жень, ну ты вот интересные вещи рассказал, говоришь, что прямо настоящий исторический пирог. Получается, что там вот еще в какой-то культуре, ну, наверное, тысячи лет назад, там какие-то обряды люди проводили. Потом было кладбище, и потом на этом же месте появилась церковь. Может быть, действительно место какое-то необычное, раз столько веков внимание людей притягивало это место? Это вот такая древняя ментальная память. Мы иногда даже не знаем, почему нам хочется вернуться в это место, да, почему нам хочется именно здесь вот что-то поставить, построить. Это вот оно где-то вот через генетику нашу очень древнюю, оно тянется. И вот люди, каким-то образом не зная, да, что здесь было древнее капище, вот они построили другое строение, другое святое место для себя уже, да, для православных людей. Вот это и стало вот началом распутывания клубка. Это была ниточка, скажем так, за которую потянули авторы вот этой книги. И она привела вот к очень многим открытиям. Да, какие интересные находки. А еще что-то? Кладбище, храм, еще что-то? Исследовали? Ну, здесь, именно здесь, скажем так, пытались проводить работы максимально быстро, потому что подгоняли те, кто занимался консервацией Покровской церкви. Вот, и то, что удалось найти, его уже хватало как бы на книгу. Но раз раскопки проводились уже в Рашкове, то решили исследовать и католическую историю этого места, и еврейскую историю этого места, и вообще понять датировку Рашкова. Тут очень большой вопрос. На въезде в Рашков стоит дата 1402 год. Да, и вот историки, они говорят о том, что эта дата неверная, ее, скорее всего, нужно будет менять. А сколько на это понадобится времени, вот чтобы найти и добраться до самой сути? Они нашли, они нашли, и они утверждают, что Рашков был основан в 1600 году. То есть самое начало 17 века, и изначально укрепленная такая, даже крепость такая, мини-крепость земляная, она была наверху, на скале, над Рашковым. Вот оттуда начинается история Рашкова. Женя, ты тоже водишь людей, да, экскурсии по всем этим местам. Что, теперь ты тоже будешь редактировать свой экскурсионный текст путешественникам? Об этом будешь рассказывать? Скажу прямо, что у меня здесь был еще свой личный интерес, потому что, как я уже понял, эти текстовки, эти истории, которые мы рассказываем нашим туристам про Рашков, их придется менять с учетом новых открытий. И агентство по туризму, как бы наша Приднестровская, тоже участвует в этих исследованиях, участвовала в этих исследованиях. Вот, и они, как бы там те специалисты тоже говорят о том, что нужен общий сбор людей, гидов, экскурсоводов, музейщиков, историков, археологов, чтобы донести до них вот эту информацию. Вот этот сбор будет как раз 28 сентября, чтобы презентовать эту книгу. Жень, я все-таки возвращаюсь к вопросу о находках интересных. Ты вот нам по телефону сказал, что очень интересные экземпляры нашли, но явно не 17-го, не 16-го века. Здесь настолько толстый вот такой пирог был, исторический, да, культурный слой. Был найден зуб мамонта, то есть это еще такие доисторические времена, то есть это какие-то очень древние люди. И самая верхняя планка была найдена советская монета. Вот представьте себе, сколько тысячелетий здесь накапливалось вот это все, да, вот этот весь культурный слой. Сколько следов после себя оставили люди самых разных эпох верований, мировоззрений и так далее. Мне кажется, путешественники и так хотят в Рашков, да, и любят Север-Преднестровье. А сейчас еще больше, мне кажется, будет желающих посмотреть. Это очередные какие-то исторические моменты, легенды, мифы, находки. Это всегда интересно. Слушай, а мне вот интересно, от идеи консервации церкви не отказались в связи вот с этими новыми открытиями? Может быть, ее как-то будут реставрировать или продолжать раскопки? Ну, Алла, я не скажу вам, я не специалист, но, видите, могу показать, что здесь еще есть, проводятся какие-то работы, да, которые вот накрыли крышей, да, чтобы она не рушилась, не разрушалась. Как дальше будут продвигаться дела, я не знаю, потому что прямо сейчас мы общаемся с историком, который, ну, скажем так, ответ на этот вопрос не знает. Я хочу снова вернуться к книге, с которой мы, собственно говоря, и начали этот разговор. Скажи, пожалуйста, Жень, какой тираж этой книги? Можно ли ее где-то увидеть, посмотреть, прочитать? И что в этой книге? Одни лишь находки? Вот то, что сейчас происходило, да, вот эти мифы и опровержения? Или еще что-то есть интересное? Книга, она будет в небольшом тираже, около 100 экземпляров. Это будет объемная работа до 400 страниц. Будут цветные иллюстрации, карты, огромное количество документов, потому что, ну, авторы книги, которые заявили о том, что историю и даты нужно будет немножко менять, они это все делали не на пустом месте. Была проделана большая работа с архивами и польскими, и украинскими, и российскими. Были запросы, ну, вот в самые разные уголки Европы, в разные архивы. И вот эти архивы позволят немножко и менять и даты строительства и церкви, вот, которые за моей спиной. Это будут касаться и костела, возможно, синагоги, вот, и даты основания Рашкова. И вот некоторые легенды, которые касаются в том числе и Руксанды, да, знаменитой молдавской принцессы, они тоже будут немножко изменены, нам придется их учить заново. Ой, ну здорово. Здорово. Какая-то новая история села. Жень, ну, я надеюсь, что у тебя будет экземпляр книги, и мы сможем посмотреть, хотя бы пролистать картинки. Действительно интересно. Да, действительно очень интересная история. Спасибо тебе большое, что вышел с нами на связь. С нами был Евгений Масленников, наш коллега-журналист. На матче Шерифа против Ромы в следующий четверг будет настоящий аншлаг. Билеты на футбол раскупили буквально за несколько дней. В Тирасполь приедет грант европейского футбола, пожалуй, самый известный тренер Мауринью и целый набор звезд футболистов. Прямо сейчас с нами на связи наш коллега-журналист СВ Максим Кирьязов. Макс, привет. Привет. Скажи, почему приезд Ромы вызвал такой ажиотаж в Тирасполе? Насколько эта команда известна? Потому что у нас люди, мало того, что болеют и переживают за свои команды, они все равно любят быть сопричастным к каким-то великим событиям. Рома, конечно же, это не команда, которая входит в топ-5, в топ-10 лучших в мире, но все равно это клуб, который знают все и в Австралии, и в Африке, и где угодно. Рома давным-давно это самый настоящий бренд европейского футбола. И когда ты месяцами живешь в ожидании Еврокубков, смотришь Жеребьевку, Бате Борисов, Клаксвик, Фарерские острова, ну, вроде бы круто, но ты все равно ждешь и хочешь в первую очередь увидеть какую-то статусную команду для того, чтобы своими глазами за ней понаблюдать. Ну, и во-вторых, все-таки тебе хочется увидеть, посмотреть, как же твоя команда, твой Шериф будет противостоять ей и в очередной раз проверить свой уровень. Потому что уровень европейского футбола проверяется в первую очередь вот в таких вот поединках. А если предварительно, извини, а если предварительно вот посмотреть уровень Шерифа и Ромы, вот их можно поставить на одну чашу? И что говорят эксперты? Ну, во-первых, Рома – это клуб, который после очень долгого перерыва выиграл большой турнир. Она стала победителем турнира Лига Конференции в прошлом сезоне, а в этом сезоне была в шаге от победы в Лиге Европы, как раз-таки в турнире, в котором она соперничает с Шерифом. То есть пока что Шериф и Рома находятся в абсолютно разных весовых категориях, но это ничего не значит, потому что тот самый культовый пример мадридского Реала, победы над партизаном, другие удачные матчи там с той же Ницей показывают, что Шериф с большими клубами умеет играть хорошо. Что говорят эксперты? Вот за несколько часов до эфира я связался с спортивным комментатором Георгием Чербанцевым. Он как раз-таки из той категории… Ничего себе! Знаю все, я думаю, и ваши бабушки, ваши соседи, у них сразу появится какая-то футбольная ассоциация. Георгий Чербанцев сразу сказал, что для него Шериф – это, безусловно, открытие последних нескольких сезонов. Его удивляет, как команда при таком неконкурентоспособном внутреннем чемпионате, при перетасовках состава и прочих факторах, которые не должны, скажем так, позитивно влиять на успех. В итоге играет стабильно, попадает в третий раз подряд в групповой этап Еврокубкового турнира, но и, собственно, заставляет собой следить, в том числе там, далеко, в Москве, в Останкино. Георгий Чербанцев сказал, что да, безусловно, Рома – это абсолютный фаворит нашего квартета, и если они не будут, скажем так, валять дурака, как иногда итальянцы могут в Еврокубках, то Рома займет первое место в группе. Но остальные соперники – Сервет из Женевы, Славия, из Праги – это команды примерно одного уровня, и как раз-таки в матчах с ними в первую очередь Шериф должен набирать очки, ну и претендовать на выход из группы. Напомним, первое и второе место из четверки группы Лиги Европы дают право продолжить выступление в этом турнире, а третье место отправляет команду в Лигу конференции, что тоже, в принципе, очень неплохо и достаточно. Максим, а каких звезд мы увидим на нашем стадионе в следующий четверг? Кто будет из таких самых известных? Ну, а Жозе Маурини, я думаю, мы поговорим чуть-чуть подробнее позже, если взять состав команды. В первую очередь, это главный талант аргентинского футбола после Лионеля Месси – это Пауло Дебало, это юноша 30-летний, которого называют хрустальным, потому что он иногда любит получить травму в самый неподходящий момент. Но когда Дебало в форме, когда Дебало готов играть, это футболист уровня, которого в мире на самом деле очень мало. Это и невероятная работа с мячом, и видение поля, и умение решать эпизод. Дебало в декабре не был ключевым футболистом сборной Аргентины, но все равно сыграл очень важную роль и стал чемпионом мира. Поэтому на Дебало придут посмотреть все. Я даже знаю нескольких болельщиков в Тирасполе, которые сделали вот тут на правой руке татуировку, две линии, которые опоясывают, скажем так, кисть, вот как раз-таки в честь Дебалы. Поэтому, ну, наверняка, мечта о совместных селфи с поднятой рукой у них с Дебалой вместе будет. В общем, болельщики итальянцев будут на стадионе, хотя из Италии они не приедут. Кстати, почему, Максим, да, почему итальянских болельщиков не будет на нашем стадионе? Они дебоширят, они, скажем так, не по-футбольному ведут себя и на стадионе, и после матчей. То есть на них, как и на Жозе Мауринио, наложен определенный еврокубковый бан, но в чем суть этого бана? Официально фан-клубу «Ромы» продавать билеты на матч, который будет 21 сентября, нельзя, гостевой сектор будет для них закрыт. Но никто никому не запрещает прийти на футбол отдельно. Поэтому я знаю итальянцев, я знаю румынских фанатов «Ромы», я знаю украинских фанатов «Ромы», которые вполне себе спокойно, как обычные рядовые граждане, купили билеты и на матч придут, будут сидеть не совсем организованно, то есть это не будет группа из 50-100-150 болельщиков, но, скажем так, островки Джалла-Росси, это так по-итальянски звучат цвета «Ромы», и шарфы, и флаги с капитолийской волчицей, и с Ромом и Ремом, которые есть на эмблеме римского клуба, обязательно на главной арене будут, поэтому вы присмотритесь, итальянские фанаты, они очень крутые, я думаю, даже в таком небольшом количестве они все равно какой-то перформанс памятный для нашего стадиона обязательно создадут. Максим, и к продолжению темы о звездах команды, все обсуждают приезд тренера Мауринио, почему к нему такой интерес? Ну, во-первых, Жозе Мауринио интересен как очень статусный футбольный тренер, который никогда не играл в профессиональный футбол, то есть если мы возьмем такой лайнап топ-10 лучших тренеров мира, практически везде среди них будут выдающиеся в прошлом футболисты. Жозе Мауринио в футбол не играл, сперва он был переводчиком очень известного английского тренера Бобби Робсона, просто переводчиком ходил, переводил на тренировках за ним для футболистов, и постепенно подчеркнул еще до эры интернета, до эры бесконечных ресурсов, где можно учиться удаленно, он начал осваивать тренерское ремесло и в 2003 году удивил всех, выиграв с командой Порту в качестве главного тренера Кубок УИФА, а на следующий год удивил всех еще больше, выиграв с тем же Порту, Лигу чемпионов, после чего он навсегда вошел в сон великих тренеров мира. Сейчас... Как здорово, да? Вот первый раз... История такая действительно интересная. Да, оказывается, не надо учиться на тренера, поработай переводчиком и узнаешь все секреты. Слушай, Максим, а что делать таким болельщикам, допустим, как я, который не успел купить билет, где можно будет посмотреть матч? Ну, я думаю, билеты еще можно успеть купить, поэтому мчись сразу же после студии к платежному терминалу или к смартфону, а те, кто не смогут попасть 21 сентября на игру, я думаю, обязательно стоит включить в 19.40 телевизор, потому что будет прямая трансляция на российском канале «Матч Футбол 1». Как раз-таки я общался с Георгием Черданцевым, он занимается в том числе и назначением комментаторов на эту игру. Он сказал, что очень может быть, что он сам этот матч прокомментирует, а он достаточно эмоциональный парень. Это будет вообще просто фильм. Поэтому он даст дополнительно огня, возможно, в четверг, и, скажем так, восполнит пробел отсутствия активных фанатов Ромы. Ну, футбол с Черданцевым – это, скажем так, отдельный вид искусства, хотя далеко не все его позитивно воспринимают. Я думаю, если Георгий будет комментировать этот матч, то это будет круто, я сам пойду на игру, но после обязательно посмотрю запись. Ждем с нетерпением игру и болеем за наших шериф вперед. Максим, а тебе спасибо большое. Это было «Экспертное мнение». Сразу после нас смотрите новости. Самые интересные и важные события дня. Ну, а завтра итоги недели подведет программа «Отражение». Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok